Дал бы потом, делал бы перевязку, посмотрел бы состояние раны, а потом ломали. Казбек Хамхой – один из пациентов онкологического диспансера. Ему долгое время приносила дискомфорт шишка, которая выскочила на ступне. Поход к врачам откладывал до последнего, пока домашние не настояли на обследовании. В итоге выяснилось, что новообразование злокачественное. Благо, выезжать за пределы республики для лечения нет необходимости. Его прооперировали здесь же, в онкодиспансере. Теперь Казбек проходит курс реабилитации. Таких, как Казбек в онкодиспансере, лечится более сотни человек. В целом в регионе статистика такова. Вместимость онкодиспансера – 120 койко-мест, из которых 114 в круглосуточном стационаре и 6 в дневном. С момента запуска здесь уже проведено более 500 операций различной степени тяжести. Врачи серьезно намерены снизить число заболеваний в регионе. Это возможно благодаря реализации национального проекта здравоохранения. Занимаемся хирургической деятельностью практически всех локализаций опухолей. В частности, это заболевания органов дыхания, брюшной полости, органов малого таза, заболевания мягких тканей, заболевания кожи. За прошлый год выполнено более 450 операций различных локализаций, как излокачественных процессов, так и доброкачественных процессов. Не только удалять опухоли, но и можем одновременно выполнять реконструкцию. То есть после того, как мы убрали дефект, убрали образование, там остается большая зияющая рана, чаще всего. Всего в онкодиспансере предусмотрено 4 отделения. Отделение химиотерапии, онкохирургии, палеотивной помощи, а также отделение лучевой диагностики и терапии. Также открыты цитологическая и клиникодиагностической лаборатории. Диспансер оборудован по последнему слову техники, чтобы лечить и предотвращать болезни. Таким образом происходит облучение, лечение пациента. На столе фиксируется с помощью маски голова пациента, чтобы луч точно на назначенное место пришел. И исключилась возможность облучения соседних тканей. Точность обведения луча до 1 мм. И все сопутствующие аппараты для фиксации пациента, которые есть, если нужны, маски, шеи и так далее. В планах онкодиспансера увеличить объем работы за счет увеличения медперсонала и нового оборудования, которое здесь планируется установить в рамках нацпроекта. Штаты практически укомплектованы. Есть дефицит некоторых кадров, но мы работаем над этим. В рамках нацпроекта планируется обучение недостающих специалистов. Также планируется по тому же нацпроекту закупка дорогого оборудования, которое позволит нам осуществлять высокотехнологические операции, оказывать помощь больным, улучшить диагностику наших больных, сократить сроки диагностики. Национальный проект здравоохранения должен в корне изменить российскую медицину за шесть лет реализации. На это направляются многомиллиардные средства, показатели которых необходимо достигнуть много. И все они касаются благополучной жизни населения. Онкодиспансер – яркий пример положительных перемен в здравоохранении республики. Благодаря его открытию достигнут прогресс снижения смертности от онкологических заболеваний. В Ингушетии этот показатель составляет всего лишь 51 случай на 100 тысяч человек, что является одним из лучших показателей в стране. Останавливаться на достигнутых результатах врачи-онкодиспансеры не собираются, а поможет им в этом национальный проект здравоохранения. Тамара Хажигульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.